Отрывок из девяти рассказов Селлинджера. Тедди. — То есть у тебя чувств нет, так? — спросил он. Тедди задумался и только потом ответил. — Если есть, я не понимаю, когда вообще ими пользоваться, — сказал он. — Я не вижу, на что они годны. — Но ты же любишь Бога, — спросил Николсон, чуточку чересчур спокойно. — Это же твоя сильная сторона, так сказать. Судя по тому, что я слышал на пленке и что говорил мне Элл Бэбкок. — Да, конечно, я его люблю, но я его люблю без сентиментов. — Он никогда никому не говорил, чтобы его любили с сентиментами, — ответил Тедди. — Будь я Богом, я бы уж точно не хотела, чтобы люди меня любили с сентиментами. Это слишком ненадежно. — И родителей своих ты любишь? — Да, люблю очень, — сказал Тедди. — Но вы хотите заставить меня употребить это слово в том значении, которого вам хочется, я же вижу. — Хорошо, а в каком смысле тебе хочется его употребить? — Тедди поразмыслил. — Вам известно, что значит слово «сродство»? — спросил он, повернувшись к Николсону. — Есть примерное представление, — сухо ответил тот. — У меня очень сильное сродство с ними. То есть они мои родители, и мы все составляем гармонию друг друга и прочее, — сказал Тедди. — Мне хочется, чтобы им было хорошо, пока они живы, потому что им нравится, когда им хорошо. — Но меня и Писклю, — это моя сестра, — они так не любят. В смысле, они вроде как не способны любить нас такими, какие мы есть. Они, похоже, не способны любить нас, если не будут все время стараться чуточку нас изменить. Они любят те причины, по которым мы любят нас, почти так же, как нас самих, а по большей части даже больше. А так нехорошо. Он снова повернулся к Николсону, чуть поддавшись вперед. — Не скажете, который час? — спросил он. — У меня в половине одиннадцатого плавания. — У тебя есть еще время? — ответил Николсон, даже не глянув на часы. Только потом отогнул манжету. — Всего десять минут одиннадцатого, — сказал он. — Спасибо, — ответил Тедди и откинулся на спинку. — Мы можем наслаждаться беседой еще минут десять. Николсон уронил одну ногу за край шезлонга, наклонился и наступил на свой окурок. — Насколько я понимаю, — сказал он, откидываясь снова, — ты довольно твердо придерживаешься ведической теории перевоплощения. — Это не теория, это, считайте, часть «хорошо», — быстро сказал Николсон, улыбнулся, быстро выставил ладони в неком ироническом благословении. — Это мы оспаривать пока не станем. — Дай мне закончить. Он снова, не сгибаясь, крестил тяжелые ноги. — Насколько мне известно, ты через медитацию получил определенные сведения, и они убедили тебя, что в последнем своем перевоплощении ты был индийским святым, но так или иначе лишился милости. — Я не был святым, — сказал Тедди. — Я просто очень хорошо развивался духовно. — Ну, как угодно, — сказал Николсон. — Но суть в том, что ты чувствуешь, будто в своем последнем перевоплощении так или иначе лишился милости перед окончательным просветлением. — Правильно, Илья? — Правильно, — ответил Тедди. — Я познакомился с дамой и как бы перестал медитировать. Он снял руки с подлокотников и засунул ладони себе под ляжки, словно согревая. — Мне бы все равно пришлось взять другое тело и снова вернуться на землю. То есть я не был так уж духовно развит, чтобы, если бы не встретил ту даму, умереть, а затем попасть сразу к Брахме и никогда уже больше не возвращаться. — Но если бы я не встретил эту даму, мне бы не пришлось перевоплощаться в американском теле. В смысле, в Америке очень трудно медитировать и вести духовную жизнь, если попробуешь, тебя сочнут уродом. Мой отец отчасти полагает, что я чучело. — А мать? — В общем, она убеждена, что мне вредно все время думать о Боге. Она считает, что это не полезно для здоровья. Николсон смотрел на него, изучал. — Насколько я понимаю, на той последней пленке ты говорил, что первое мистическое переживание случилось с тобой, когда тебе было шесть. Правильно? — У меня было шесть, когда я впервые понял, что все — это Бог. — А у меня аж волосы на голове зашевелились, — ответил Тедди. — По-моему, это было воскресенье. Моя сестра тогда была совсем малявкой. Она пила молоко, и я ни с того ни с сего вдруг увидел, что она — Бог. И молоко — Бог. — В смысле, она просто вливала Бога в Бога, если вы меня понимаете. Николсон не ответил. — Но из заграничных измерений я умел выбираться сравнительно часто, уже лет с четырех. Чуть подумав, добавил Тедди. — Не длительно или как-то, но сравнительно часто. Николсон кивнул. — Правда? — спросил он. — Мог? — Да, — ответил Тедди. — Это было на пленке. Или, может, на той, которую я записывал в апреле. Не уверен. Николсон снова вытащил сигареты, но с глаз с Тедди теперь не сводил. — И как же выбираются из этих ограниченных измерений? — спросил он и коротко хохотнул. — То есть, если начать с самого привитива, к примеру, деревяшка, это деревяшка с длиной, шириной, без ничего такого. — Тут вы не правы, — сказал Тедди. Все только думают, будто вещи где-то прекращаются, а они нет. Это я и пытался сказать профессору Питу. Он поерзал на шезлонге. Вытащил страх Божий, а не носовой платок, серое, скомканное нечто, и высморкался. — Причина, по которой все вроде как-то где-то прекращается, в том, что люди не знают иного способа на все смотреть, — сказал он. — Но это не значит, что вещи прекращаются и впрямь. Он убрал платок и посмотрел на Николсона. — Вы не поднимите на секундочку руку? — спросил он. — Это еще для чего? — Поднимите, и все, чуть-чуть. Николсон оторвал руку от подлокотника на дюйм другой. — Эту руку? — спросил он. Тедди кивнул. — Как это называется? — спросил он. — В каком смысле? — Это моя рука. — Это рука. — Откуда вы знаете, что это рука? — спросил Тедди. — Вы знаете, что нечто называется рукой, но откуда вы знаете, что это она? У вас есть доказательства, что это рука? Николсон вытащил из пачки сигарету и прикурил. — Честно говоря, мне кажется, это отдает софистикой наихудшего пошива, — сказал он, выдохнув дым. — Это рука, елки-палки, потому что это рука. Во-первых, у нее должно быть имя, чтобы она отличалась от других предметов. В смысле, ты же не можешь просто? Вы только следуете логике. — Беспристрастно сказал Тедди. — Я делаю что? — переспросил Николсон немного через чур учтиво. — Логике следуете. — Даете мне обычный разумный ответ, — сказал Тедди. — Я бы пытался вам помочь, вы спросили, как я выбираюсь из ограниченных измерений, когда мне хочется. А логика здесь совершенно точно ни при чем. От нее первой нужно избавляться. Николсон пальцами снял с языка табачную крупинку. — Адама знаете? — спросил Тедди. — Кого? — Адама из Библии. Николсон сухо улыбнулся. — Лично нет? — ответил он. Тедди чуть подумал. — Не сердитесь на меня, — сказал он. — Вы спросили, и я... — Да не сержусь я на себя, Господи ты, Боже мой. — Ладно, — сказал Тедди. — Он сидел, отклонившись на спинку шезлонга, а голова его была повернута к Николсону. — Знаете, вот в Библии написано про яблоко, которое Адам съел в райском саду? — спросил он. — Знаете, что было в яблоке? — Логика. Логика и все рассудочное. Больше ничего не было. Поэтому я вот к чему клоню. Вам нужно все это выбливать, если вы хотите увидеть все таким, каково оно есть. А когда выблюете, у вас больше не будет хлопот с деревяшками и всем прочим. Вы не будете тогда видеть, как все постоянно прекращается, и будете знать, что есть на самом деле ваша рука, если вам интересно. Понимаете? Вы следите за мыслью. — Слежу, — довольно коротко ответил Николсон. — Беда в том, — сказал Тедди, — что большинство не хочет видеть все таким, каково оно есть. Они ведь не желают просто бросить рождаться и умирать. Им только и хочется все время новых тел, а вовсе не остановиться и остаться с Богом, где по-настоящему хорошо. Он чуть подумал. — Такую компанию яблоньковых плодожорок еще поискать, — сказал он. И покачал головой. Я выбрала этот рассказ, потому что в свое время, когда я читала 9 рассказов, это было полтора года назад, он оказал на меня очень сильное эмоциональное воздействие. И еще мысли, которые я здесь улавливаю, они очень сильно совпадают, резонируют с моими и моим, может быть, каким-то отчасти видением. И мне это было очень интересно. Спасибо. 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 Спасибо.